салам астана кроме того тандастар здравствуйте уважаемые соотечники я опять выхожу в эфир без предварительного предупреждения потому что как показывает практика последнее время они как только я появляюсь в эфире вы сразу отключает интернет что я хотел бы сегодня озвучить уважаемые друзья нашей стране только по официальным данным задержано более 10 тысяч человек более 10 тысяч человек мирных граждан которые участвовали в мирных митингах многие из них даже случайные люди я сейчас подробно расскажу что на самом деле происходит мы получаем масса сообщений что произвольно полиция задерживают людей даже за то что они выходили издали снимали что проходило происходило дни протеста или даже сейчас когда кто-то снимает на телефон они попадают в полицию у них забирают телефоны везут местные отделения полиции там их избивает они попадают попадают по под задержание на несколько суток некоторых вообще так избивает что мы сейчас получаем и получим сообщение будущем что не выдержав этих избиений пыток люди просто погибают и это все спишут на разные обстоятельства что сердце не выдержал еще что-то вы знаете как действует власти казахстана нам приходит очень много сообщений видео от родственников которые потеряли своих близких нам приходит видео сообщение от родственников которые не могут найти своих детей мужей родственников нам приходит сообщение от людей о том что произвольно совершенно полиция врывалась в их квартиры и буквально силы утаскивала в отделении полиции тех или них мирных граждан которые вообще не участвовали на митингах то есть идет идет сейчас процесс репрессии тотальной репрессии по всей стране и мы понимаем что этот режим пытается оправдать свои действия найти неких мифических террористов которые не существует но сегодня социальные сети обошла информация где рассказывается как погибла женщина мать четверых детей которая кормила семимесячного ребенка грудью и на заднем сиденье автомобиля получила разрывную пулю и вся эта кровь пролилась и на ребенка и на детей которые были рядом это был колоссальный шок при этом семья ехала в аптеку и пересекала центральной улице и просто она была расстреляна вы представляете что происходит сейчас в нашей стране и такого рода сообщений множество мне сейчас рассказывает о том что когда люди попадают в полицию отделение полиции они просто проходят ад их просто тотально избивают многие даже не заполняют никакого-либо протокола просто они проходят избиение пытки и затем просто их выбрасывают из полиции они уходят просто непонимание недоумение за что их вообще били но вот вы сегодня наверное видели ли читали вчера как один из граждан который проживает по травм рассказывал о пытках которые каждый день происходят об отделении в полиции десятки людей проходят именно пытки в массовое избиение при этом этот человек даже не ходил на митинг это повсеместно по всей стране вы представляете более десяти тысяч человек которые только официально заявлены властями как задержанные представляете что с ними творит эта власть нам приходит очень много сообщений как люди просто снимают на телефон или их убивают или задерживают или они просто проезжает на машине их расстреливают я хотел бы сегодня в этом эфире еще обратиться ко многим жителям наших городов чтобы они нам присылали следы и факты преступления которые совершил режим мне из шимкента прислали видео прислали фотографии как выясняется этот режим использовал запрещенные пули так называемые разрывные пули которые когда проникает в тело они взрываются разрушает кости это вообще разрешен запрещено всеми международными конвенциями которые подписал казахстан это считается преступлением преступление и против человека и против человечности уважаемые друзья этот режим сейчас вас будет пугать отбирать видео но мы должны преодолеть страх и раскрыть миру от тех страшных преступлений которые совершает и совершил этот режим прикрываясь угрозой неких террористов сначала они говорили что эти террористы только в алматы а а потом чтобы найти эти преслабутые 20 тысяч террористов они расширили круг городов и населенных пунктов и этих так называемых террористов ищут по всей стране на самом деле они репрессируют мирных граждан при этом я хочу сказать репрессируют не только мирных граждан казахстана но и тех людей которые присутствовали в тот момент на территории нашей страны ну в частности например я хотел бы пользу случаем обратиться гражданам кыргызстана ваш президент и парламент одобрили что при вводе войск у дкб составе этого контингента будут и кыргызские военнослужащие только небольшая часть людей бишкеке представала и требовала не участвовать в этой кровавой операции и что же мы по факту имеем уважаемые граждане кыргызстана немало очевидцев нам сообщает что именно те иностранцы которые находятся на территории казахстана это кыргызы это таджики это узбеки это наши соседи они попадают под каток репрессии именно их на рынках везде в алматы и других городах задерживают их пытают и при этом когда вы видите как избивает наши граждан когда вы видите это фото вы должны знать что не граждан казахстана буквально превращает кровавое месиво нам позвонил один очевидец рассказал что он видел кыргызов как их лица невозможно было на них смотреть они просто превращены сплошную маску кровавые и вы понимаете что этими действиями поддержав вот войск о дкб именно в том числе и часть из них из кыргызских военнослужащих фактически вы развязали руки режиму дур султана назарбаева и сейчас можно так говорить назарбаева такая путина развязали руки для организации кровавого террора в том числе против вас уважаемые кыргызы вас таджики вас узбеки но мы эти факты опубликуем я еще раз хочу сказать что преступление совершается не только против граждан казахстана но и всех тех кто находился на территории казахстана как туристы как люди которые где-то работали на рынках или хотели работать вот цена вашего молчания вот цена той поддержки которую вы оказали соглашаясь вводом войск так называемого о дкб уважаемые друзья мы призываем в этой связи 19 января в 12 часов дня по всему казахстану выразить свой протест я отдельно еще выступлю и озвучу те места которые необходимо прийти прийти нашим гражданам которые попали под каток репрессии вы поставить представляете более 10000 человек только по официальным данным но многие же просто даже не попадают в списки официальные данные по ним не заполняет никакие протоколы то есть сейчас каток репрессии не по этим десяти тысячам только проходит во много раз больше поэтому мы уважаемые сограждане призываем 19 января 12 часов дня выйти выразить по 3 протест против действия этого режима и потребовать первое освободить всех мирных граждан третье второе свободу политическим заключенным третье стоп пытки остановить террор этот режим никак не может опубликовать списки убитых и раненых они это делают осознанно и осмысленно потому что надо подбить такие цифры которые бы не приводили в ужас наши граждан не приводили ужас мировое сообщество именно по этим причинам эти списки не публикуются такая заявил якобы потребовал от государственных учреждений от министерства внутренних дел и и других учреждений чтобы эти списки были озвучены список погибших и раненых но вы должны понимать это сделано просто для публики чтобы показать что он дал поручение и он озабочен этим на самом деле мы видим что этого нет режим будет замалчивать список убитых мне очевидцы которые участвовали в мирном митинге в шимкенте рассказывают как это происходило что они просто мирно стояли в первых рядах было их буквально пятьсот шестьдесят шестьсот человек чуть дальше значительно больше суммарно свыше десяти тысяч человек сначала по этой группе протестующих стреляли снайперы затем был выключен по сути дела свет на площади те люди стояли и просто людей расстреливали автоматными очередями массово причем расстреливали пулями запрещенными к применению то есть вы понимаете что сколько людей погибло при этих обстоятельствах один из раненых мне сказал что когда он попал в больницу одну из больниц ему главный врач и врачи которые там рядом находились сообщили что на тот момент только в этой больнице было 21 погибших только в одной то есть вы понимаете что убитых только в одном городе шимкенте сотни не 20-30 не 5-6 как будет врать власть а сотни и таким образом вы можете понимать сколько жертв целым по казахстану мы должны все осознавать что убитых точно более тысяч человек если в шимкенте такое массовое убийство произошло то масштаб убийств и расстрел в алматы был многократно больше и такие же расстрелы проводились других городах и в этой связи режим пытается скрыть следы своего преступления они сейчас пытаются западным экспертам сказать что они боролись террористами что якобы на них напали они сейчас по телевидению казахстанскому показывают как протестанты якобы избивает полицейских такие же кадры они приносят европейские структуры европарламент а померь америку госдепартамент сша и другие международные организации но вы помните когда министр внутренних дел а затем и такая озвучили что якобы эти террористы переодевались полицейских и военнослужащих и стреляли по мирным гражданам но если исходить из этой логики я хочу сказать что обращаясь только его и кирлану тругумбаеву министр внутренних дел а не думаете ли вы что наши граждане опознали этих террористов переодетых в полицейских и поэтому они избивали этих полицейских которые стреляли в мирный народ затем если эти полицейские переоделись получается то есть террористы переоделись в мир полицейских то наверное это они пытают эти десятки тысяч людей которые сейчас находятся в ваших застенках как вы определили если вы не можете определить этих полицейских настоящие или нет то как наши люди должны определить этих полицейских вы известного кыргызского музыканта записали террористы но как наши люди должны определить что это настоящие или нет эти полицейские сейчас расстреливать наших людей вы будете говорить что это не полицейские это террористы эти полицейские массово избивает наших граждан в различных полицейских отделениях это кто делает это террористы или все-таки настоящие полицейские я хочу сказать что против нашего народа сейчас развязан мощнейший террор если многие из вас думает что сейчас полиция или власть разберется если вы знаете что ваши близкие находятся в тюрьмах и надеетесь что сейчас прокуратура их отпустит напишет протест вы заблуждаетесь уважаемые друзья мы все должны понимать что сейчас спасение ваших близких это ваша публичность если вы будете публично озвучивать кого задержали при каких обстоятельствах если вы выйдете на акцию протест требованием освободить вашего близкого человека при выйти с фотографии с его портретом и все это зафиксировать на видео а затем вся вот эта картина попадет в руки и западных структур вы должны понимать только это сейчас поможет то есть именно публичность именно вы должны показывать что делать власть не прятаться не плакать не ждать что все образуется не говорить какие-то успокаивающие для себя слова я скажу так вы потеряете своих близких если будете пассивный вы потеряете своих близких если будете молчать потому что сейчас режим любым путем пытается скрыть свои преступления и ваш близкий человек будет записан среди террористов если вы находясь на свободе будете молчать мы знаем что сейчас токаев говорит на западе он говорит что основные участники основные требования участников протеста выполнены ну вот смотрите отставка правительства произошла снизили цены на газ якобы президент страны токаев защищает безопасность мирных участников протестов от террористов и бандитов он делает регулярно эти заявления на самом деле мы ясно понимаем что террористами и бандитами является этот режим меня многие спрашивают что делать мы должны сейчас спасти тех людей которые попали под катрок рпс я уже говорил что чем больше этот режим будет репрессировать людей тем больше ярост и сопротивление будет ближайшем будущем если они были в страхе от того как люди шли на этот протест не боялись ни пуль ничего то завтра вот это накопленная ярость взорвется по всей стране и те полицейские которые сейчас избивают людей в тюрьмах полицейских участках вы знаете что именно к вам первую очередь будет будет обращен тот гнев и ярость людей когда они выйдут на массовые протесты но вы сейчас никого не запугаете мы получаем огромное количество фактов сообщения о том как представителей полиции комитет национальной безопасности омон яростно избивает людей я хочу вас предостеречь предостеречь потому что завтра вас некому будет защитить потому что когда десятки тысяч людей выйдет на улице а вы уже видели что может с вами произойти вас уже в этот раз никто не спасет поэтому я обращаюсь полицейским силовикам и хочу предостеречь предостеречь чтобы вы действовали только в рамках существующего законодательства я обращаюсь сейчас к тем гражданам по сути дела ко всем гражданам мира ко всем тем которым который разделяет ценности цивилизации общечеловеческие ценности мы призываем наших граждан наших соотечественников всех тех кто неравнодушны к тому что происходит казахстане 19 января выйти на акции протеста привлечь внимание правительств ваших стран америки европы всех стран россии украины я обращаюсь ко всем тем кто пережил ужасы жизни при диктатуре мы должны добиться прекратить чтобы этот произвол осуществлялся отношение отношения мирных граждан казахстана мы должны потребовать чтобы этот террор был остановлен стоп террору я обращаюсь гражданам всего мира которые живут за пределами казахстана чтобы они обратились своим и своему президенту правительству чтобы были введены персональные санкции против нурсултана назарбаева а сам же марта токаева бывшего председателя комитета национальной безопасности карима масимова его первого заместителя сама табиша и вообще следующее это министр внутренних дел ирланд ругумбаев к председателю извините генеральному прокурору нурдавлетову против него санкции против министра обороны казахстана уважаемые друзья сейчас мир ближайшее время получит следы страшных преступлений которые совершит совершает режим назарбаева токаева это ужасающие преступления и такие преступления я уверен за последние 50 лет не совершались так открыто и нагло когда произвольному расстрелу нарушение законодательства нарушение конституции фактически в упор расстрелем расстреливали тысячи протестующих вы понимаете тысячи открыто по приказу действующие руководство страны все это происходило открыто вы ужаснетесь когда увидите и услышите какого рода пытки осуществляла эта власть мы должны это остановить остановить можно это только нашим протестом как внутри страны так и за рубежом остановить это можно когда будут применены персональные санкции мы политическая организация демократический выбор казахстана будем проводить большую работу за рубежом будем добиваться встречи с руководителями глав государств правительств и так далее мы будем рассказывать об этих преступлениях присылайте нам фото и видео чтобы мы показали всему миру что нашей страной руководят бандиты чудовище это не люди которые совершают преступление как против человека и против человечности я обращаюсь гражданам всего мира чтобы они проявили солидарность вышли на акцию протеста 19 января удобное для них время вы можете организоваться и объединиться выйти на протесты здания около здания европейского парламента около обысье около парламентов демократических стран около министерств иностранных дел вы можете делать обращение к ООН к ОБСЕ нам необходимо остановить кровополитие пытки против мирных граждан мы надеемся на вашу поддержку я обращаюсь к лидерам политических организаций России Украины Кыргызстана Армении я обращаюсь к лидерам всех стран нет произволу остановить пытки долой режиму султана Азарбаева Такаева Алга Казахстан Армении я обращаюсь к лидерам едином Продолжение следует...